Ребятки, снова здравствуйте! Я на кухне, как всегда, на любимой кухне. Ребятки, мы пообедали, отдохнули, пока Витя делает свои дела, а именно, кулит орешки. Орешки должны быть всегда на тарелочке. Мед, орехи, ну а у нас еще и любимые семечки. Но сегодня с семечками еще не знаю будут или нет, а орешки к вечеру будут. Ну а я готовлю ужин. На ужин, хотя он сильно и не называется ужином, поскольку я сейчас их поджарю, сделаю. Мы по штучке по два съедим, ну чтобы это не было сильно поздно, потому что такой жареный продукт, как чебуреки, ну скажем так, перед сном грядущим нежелательно кушать. Поэтому как можно раньше мы их скушаем, когда проголодаемся и все, ребятки. Значит, чебуреки я очень-очень люблю, но делаю их намного реже, чем делала раньше, поскольку, сами понимаете, что такое жареный продукт, а если еще и очень вкусный, то рука тянется за вторым и за третьим. А это, ну скажем так, не очень. Но когда-нибудь себе позволить побаловать себя этим можно. Вот сегодня как раз я это и буду делать. У меня закипела там на плите, закипела водичка, там грамм 220-250, в зависимости от того, сколько у меня будет фарша. Ну если, вернее, тесто. Если даже тесто и останется, это не проблема. Можно просто сделать какой-нибудь хрустик или так далее. Это тесто очень уникально своим таким состоянием, что оно всегда хрустящее, тоненькое, эластичное, никогда не рвется. Начинаем делать тесто. Значит, сначала у меня мука, как всегда, мука, соль, сахар, подсолнечное масло. Все готово. Я просею муки. Ну где-то стакана получится, если вот так вот, судя, если 250 грамм водички, то 2-3 стакана муки должно уйти в это тесто. Ну тут, скажем, я не измеряю никогда, всегда все делаю на глаз. Ну и всегда все получается, слава Богу. Еще немножечко. Так, теперь у меня здесь неполная чайная ложка сахара. Чайная ложечка соли без горки. И мы сейчас будем замешивать тесто. Сначала так, чем-чем-чем? Наверное, ложкой, или лопаткой удобнее. Ложкой можно. Я его просто перемешаю. Добавлю сюда 2 столовых ложки подсолнечного масла. Ложки, потерялись ложки мои. Ай-яй-яй-яй, ложка-ложка. Ведь, а дай мне ложку. Витя, а не чё, что она вот? Ну так она... Ой, ребята, это только я. Если хочешь спрятать, на самом видеоместном месте. Не-не, убирай солнце, она мне будет мешать. Вот чудо, да? Ложка в руках. Ну это, как часто бывает человек, который носит очки, часто ищет очки, а они вот здесь на макушке. Такое очень часто бывает. Так и у меня. Две столовых ложки подсолнечного масла. Вот она, наша мушка прилетела. А я ведь только что её искала. Думаю, надо её грохнуть, она мне будет мешать. А она тут, как тут, выскочила. Замешиваю масло в муке. Вот так смешала. Соль, сахар, мука, подсолнечное масло и одно яйцо. Добавляем, перемешиваю. Делаю вот такую норочку. И заливаю сюда кипящую водичку. Получается у нас, ребята, заварное тесто. Но всю воду я не буду отправлять, буду замешивать вот так вот, чтобы мне потом легче было его сделать одной массой. По чуть-чуть кипяточка. И завариваем тесто. Комочки разбиваем. И остальную водичку отправляю и перемешиваю. Сейчас всё это перемешаем. Понемножку добавляем снова муку. Замешаем тесто. Оно должно быть плотным, не липнущим к рукам. Муку тоже добавляем понемножку. Понятное дело, когда я его замешиваю, оно всё больше и больше остывает. Нам нужно оно такой слегка тёплой температуры, не горячей, для того, чтобы добавить последний ингредиент, который будет в нашем тесте. Самая изюминка. Я прям пальцем потрогаю. Если тесто не горячее, то мы его добавим. Видите, здесь не угадаешь, сколько уйдёт муки. Всё зависит и от жирности теста, и от качества муки, и от количества воды. Так, всё, тесто меня устраивает, оно не горячее. И теперь я сюда, к нашему тесту, добавляю столовую ложку водки, ребята. Вот как! А теперь я смело могу застилать стол и тесто вырабатывать уже на коврике руками. Мука, летучая мука. Всё, мы собрали всё тесто по мисочке. Сейчас я застилю наш стол, приготовлю всё. Силиконовый коврик хорошо застилается на стол, если он слегка влажный. Стол, не коврик. Всё, теперь я сам коврик присыпаю слегка мукой. И уже здесь на столе мы будем вырабатывать плотное эластичное тесто. Потом я его сложу в пакет на полчаса, и оно будет отдыхать. Подобьём мукой. И теперь руки нам в помощь. Тесто тёплое, приятное. Собираем всю муку и смотрим на плотность. Если меня плотность будет устраивать, дежурный пакетик и 20 минут передышка. Очень много существует способов приготовления теста для чебуреков. Есть тесто на минеральной воде, есть на уксусе, есть на маргарине, что я не приверженец. Есть на кефире, но это уже не чебурек получается, а пирожок. Чебурек, чем он отличается от пирожка? Что у него тесто очень тоненькое, прямо светится, и при этом не рвётся. И берётся пузыриками во время жарки. Для этого нужно, когда одну половиночку чебурека положили на сковороду, рядом такая ложка глубокая, и поливается часть чебурека, которая сверху, поливается маслом. И она во время поливания масла пузырится, и эти пузырики не лопаются. Надуваются такие, как мыльный пузырёк, и не лопаются. А если тесто на кефире, то оно будет просто похоже на пирожок. Это не чебурек. А мы делаем тесто заварное на водке. Всё, я так думаю, что тесто уже сейчас я буду вложить в пакет. Оно очень мягкое, эластичное. Бо помощь. Спасибо. Ещё немного липнет к рукам, поэтому я дорабатываю тесто. Ещё чуть-чуть. Оно не должно липнуть к рукам. Всё, я считаю, что будет достаточно. Сейчас берём пакетик. И тесточко отправляем в пакет на 20 минут. Засекаем время без доступа воздуха. Тесто отдыхает. Мы коврик пока убираем. И занимаемся фаршиком, ребят. Сейчас снова я вытру ствол. Фарш у меня уже разморожен. Но для фарша нужно очень много лука. И сейчас идёт нам на помощь наш измельчитель, ребятки. Его лук можно, конечно же, порезать мелко-мелко руками. Но, думаю, зачем мне себя мучить. И нож тоже. Я себе так решила, что мне поможет в этом измельчитель. Так, мне вроде как темновато. Чего-то. А мне всегда чего-то не хватает. Так, у меня лука, ребята, немало. Я заранее его почистила. И в помощь для нашего измельчителя я большие луковички поразрезаю на более мелкие фракции. И буквально 2-3 нажатия рукой. И весь лучок будет, мало того, что очень мелким, но ещё и отдаст, тут же при измельчении отдаст свой сок. А это нам и нужно. Вот так. Всё, весь у нас. Выставляем хорошенечко нож, чтобы он стал правильно. Бывает такое, что попадает луковичка между ножом и донышком измельчителя. И нож стоит кривенько. Чтобы этого не было, лучше надо его открыть и поправить, помочь. Вот. Теперь она встала на место и будет работать быстро. И гудеть будет. Поэтому я отключаюсь. Вот и всё, ребятки. Наш лучок мелко-мелко перебит. С крышечки всё снимаем. Так, мисочка наша для фарша. Весь лучок отправляем в миску. На чебуреке делается фарш, в который не нужно жалеть никогда лука. Потому что лук даёт такую нотку, именно как для чебурека. Много лука, сочный. Чтобы ты кусал чебурек. А там, когда его откусываешь, можно его перевернуть и оттуда льётся сок. Для этого надо много лука. И фарш. Размороженный наш фарш. Здесь где-то полкилограмма. Всё тщательно сейчас я перемешаю. Фарш мы именно, нужно сразу его посолить. По вкусу. Где-то неполную чайную ложечку соли. Чёрного перца. Ну, тут на любителя. Есть люди, которые любят фарш с чебуреками. Добавить зелени. Я вот люблю почему-то, чтобы фарш был просто, с большим количеством лука, перец, соль, но без зелени. Ну, тут, скажем так, на любителя. Кто как любит, тот так и делает. Так, теперь я беру чайничек. Там у меня кипячёная вода. Увы, её здесь нет. Значит, мы ставим ещё раз водичку. Нагреваем её до тёплого состояния. И добавляем в фарш. Где-то слышала, что можно добавлять кефир. Но, на мой взгляд, тогда мясо будет с кислиночкой. Тут я бы этого не хотела. Знаете как? Поэтому я добавлю простой воды. Сейчас она чуть-чуть подогреется. Мы редко настолько пользуемся, редко чайником. Привыкли, что у нас дома есть кофеварка. Кофеварка там. Я всегда её путаю с кофемашиной. Она этого достойна, чтобы её называть кофемашиной. Поскольку кофе всегда горячий. И выдаёт быстро. И не надо мыть плиту. Помню, у нас мы пользовались туркой. Так я не успевала мыть плиту. Особенно по утрам, когда на работу нужно спешить. Всё по времени. И ты вечно поставишь турку. И что-то там делаешь не одну работу, а несколько сразу видов работ. И постоянно эта кофе убегала. И поэтому нам наша кофеварка настолько нравится. Так, ну я так думаю, грамм 50 водички на полкило фарша. Сейчас я посмотрю, надо будет добавить ещё немножечко. Чтобы фарш был сочным. Тщательно нужно перемешать, чтобы лук весь вошёл в мясо. И не были такие, знаете, отдельные фрагменты. У меня фарш не на крупной тёрке, поэтому будет хорошо. Сейчас водичка впитается. Всё, и время пошло. Тесто у нас отдыхает. Фарш у нас готов. И осталось нам сформировать наши чебуреки. И будем с вами вместе жарить. Ребятки, прошло больше 20 минут. И я буду сейчас вместе с вами вырабатывать наше тесто на чебуреки. Я так думаю, что я возьму сейчас от теста половинку. Вторая половинка будет оставаться в пакете. Мука у меня здесь, фарш его здесь. Сейчас немного подобью муки и будем... У меня там получается через дорогу частный сектор. И сегодня люди занимаются обработкой земли. То есть работает трактор, а там собачка вот так усенькая, махонькая, но орёт целый день. Вам тоже наверняка слышно, я уверена. Так, делю на вот такие одинаковые кусочки наше тесто. Из каждого кусочка формирую шарик. Выкладываю его на краюшек нашего коврика. И каждый шарик будет чебуречек. Понятное дело. Наверное, вот так с обеих сторон разложу. Потому что, когда я работаю, у меня летит всё. Может улететь скалка, нож. Такая я, знаете, как руки летают. Я сначала все чебуреки, ребятки, сделаю, сформирую. А потом перейду к стороне, где стоит сковородочка. И буду их все жарить. Вот так вот. Так я решила. Потому что так неудобно и крутить, и жарить. То есть два в одном. Неудобно. Так, мухи, да что же это такое? И не хочу же окно закрывать. Потому что очень жарко. А мухи, ну просто не дают покоя. Кыш! Кстати, Юля звонила, говорит, мам, у меня нет мух. Я даже не знаю почему. Может у нас, потому что здесь близко село. Оттуда летят. Не знаю. Так, вот так вот раскатываем тоненько, ребятки. Главное, чтобы не сделать в нём дырочку в этом кружочке. И сначала я сформирую все кружочки. Один на один их складывать буду рядышком. Вот. Затем выкладываем фарш. Одна партия готова. Можно приступать ко второй. Настолько тёплые денёчки стоят. Мы даже вот на рынке были, разговаривали с людьми. Многие читали, что очень резко к нам придёт и мороз, и даже снег. Вы представляете? Во что мне очень мало верится. Ну хотя, всего можно ждать от природы. Таких нюансов всяких разных. Но, скажем так, для 6 ноября погода стоит настолько тёплая, что я сегодня одевала такой свитерок с горлышком. Но он лёгкий, не из тёплых, скажем так. А Витя говорит, Лен, тебе не будет жарко. Ну как-то так жарко не было, но могла бы и полегче кофточку одеть. Вот, пожалуйста, ходим в кофточках. 6 ноября. Ну хотя люди настолько по-разному одеты. Кто уже в полупальто и в сапожках. Кто ещё в таких лёгких кроссовочках. Ну тут зависит от людей, какая у них переносимость жары, тепла. Мы не мерзляки с Витей, поэтому нас это не пугает такая погода. До курток ещё не доходило дело. В джинсовой курточке я ходила такой. А ну чтобы там доставать баллоневу или кожаную. Кожаные только в дороге. У меня их две, и поэтому одна у меня дорожная. Такая косуха крутая. Она мне очень нравится. Настолько много в ней кармашек. Змейка хорошая. Воротничок хороший. Шею закрывает. Я очень довольна этой курточке. Мы её брали в Вознесенске. Так, сейчас я, ребятки, намотаю кружочков. Терпение уже вам. Но я же не молчу, говорю с вами, развлекаю. Сейчас был задан вопрос на предыдущий ролик. Но я написала, я отвечу. Ребятки, действительно. Я в прошлое видео была в другом городе, в Авроре. Вы, наверное, просто не обратили внимание, что я ехала с Витей на день рождения к братику двоюродному. И заскочили в Аврору, поскольку ждали светланку. Время было. Я заскочила там, такое по мелочи взяла. Но это был другой город. А там, действительно, мы ходим в Аврору часто, но не так, как вы написали каждый день. Нет, конечно. Во-первых, у меня на каждый день для Авроры денег нет. А во-вторых, ничего такого не надо. Ну что ж, всего не купишь, лишнего тоже в дом не хочется тянуть. Много лишнего, много, согласна. Но я такой человек, что если я вот увижу вещь красивую, там, типа, все относительно посуды. Ну, я не могу мимо пройти, там, мимо какой-то мисочки, мимо какого-то там. Ну, опять-таки, если нужна мисочка, если у меня их уже много, то, понятно, я не обращаю внимания. Ну, вообще, такие приспособления для кухни, они меня манят. Так что не каждый день, ребятки, не каждый. Так, ради прогулки ходим, просто смотрим на товар, потому что там товар очень часто обновляется. И смотрим, что есть, чего нет. Так, все, еще осталось у меня пять штучек, но уж терпите. Потом закладываю в один фарш и попрощаемся на некоторое время. А потом перейдем к плите. Видите, все равно сползает коврик. А сползает, то воздух под ним получается и катать неудобно. Собачка, ты такая мудрая собачка. Вот сколько она уже орет? Мы с вами 10 минут в работе или 8, а она орет. Люблю животных, но когда они глуповаты, хочется сказать, замолчи. Так, все, еще три и заканчиваем это дело. Вчера мы, да, вчера не выходили, кстати, на улицу как-то, а сегодня я Витю уже попросила. Я говорю, Витя, пойдем, пройдемся, мы что-то засиделись мы дома. Вот такие мы не поседы, не могу дома сидеть. На волю хочется куда-то или поехать, или пойти. Фаршик настоялся, такая влажная прямо, влажный фарш хорошо. Ну, я его перебивала время от времени вилочкой, перемешивала, чтобы он был однородным. Так, что это я разрезала тесто? Чем? Непонятно, чем. Так, все, ну и последний, ребятки. Все, а потом выкладываю на один фаршик, заклеиваем и до сковородочки. Воздух, воздух мне не нравится. Все равно он, или я сильно давлю на коврик, или что, его волной прямо так. Так, все, убираю скалочку. И теперь делаем чебурек. Вилочкой берем фарш, именно вилочкой, потому что вилочкой он лучше разлаживается. Это было много, ребятки. Вот так, на одну сторону выкладываем фаршик. Вторым кусочком теста закрываем чебурек. Теперь переворачиваем и вырезаем блюдцем. Это мой вариант. Вы можете делать по-другому. Например, вот такой штучкой. Я ее взяла, но сейчас я попробую, конечно, пройтись. Ну, в принципе, ради красоты, ради красоты может быть. Но хотя не вижу смысла, ребята. Вот теперь как ее оборвать? Нет, я не буду ею делать, не буду. Прямо все равно. Мне такой краешек нравится, более ровный. Можно прижать, конечно, вилочкой края. Но я, опять-таки, не вижу в этом смысла, потому что тесто в краю чебурека, если его придавить вилочкой, то оно становится, ну, таким плотным. А я этого не хочу. Все, мой чебурек готов. Вот он, заклеенный. И я перекладываю все чебуреки на вот такую досточку, заранее посыпав мукой. Ну, еще один с вами сделаю и заканчиваем на этом. Вот так. Переворачиваю я его для того, чтобы увидеть краешки с обеих сторон, что они плотно друг к другу подошли. Нигде нету такого зазора. И обрезаем тесто. Вот он ровненький, весь закрытый. Чебуречек. Все, мои хорошие, прощаемся. До сковородочки. Так, ребятки, я выработала все свои чебуреки. У меня их много, поэтому начинаю жарить. Сковородочка уже прожарилась хорошо, потому что вот я мукой посыпала такие пупыришки на сковородке. И я по одному аккуратненько выкладываю свои чебуреки на сковороду. У меня в сковородочке получается положить три чебурека, поскольку они у меня не очень большие. И сейчас я буду их, вот они все, заметили вы, они буквально все в масле, жарятся, пекутся. Главное, чтобы убавить огонь, и они пропекаются с обеих сторон. Рядом у меня стоит тарелочка с салфетками. Я сюда их буду выкладывать, чтобы лишний жир из наших чебуреков остался на салфетке. У меня и щипчики, и деревянная вилочка. Что понадобится, тем и буду работать. Они очень быстро прожариваются, поэтому момент нужно уловить. Пупыришки появляются, вот они сразу, их видно. Даже и поливать ложечкой не нужно подсолнечное масло. Достаточно налила на сковороду. О, а то вы меня не видите, ребятки. Сейчас, минутку, падает телефон. Короче, тут пока настроишь, зафиксировала. А то скажете, что она без головы вся. Вот она моя голова, ребятки. Все, и работаем. Ммм, красота. Здесь мне понадобятся, я так понимаю, щипчики. Единственное, что может быть вытаскивать удобно будет чебуреки. Видите, пупыришки какие красавцы у нас получаются. Просто прелесть. Все пережарю, аккуратно сложу. И, понятное дело, вас приглашу на чебуреки. Кто близко, как всегда, заживаем. Приходите. Вот они, наши первенцы. С пылу, с жару. Не хочу делать сильно румяные. Буду делать вот такие вот. Обжаривать сильно не буду. Ах, красота. Хочется покушать, но очень горячо. Надо подождать, ребятки. Все. Итак, в темпе вальса продолжаем жарить наши чебуреки. Ребятки, вот это шедевр Витин. Здесь и лесной орех. Нас Женя угостила у нее на даче. Растут такие очень много орешков она нам дала, поделилась. Но мы их не жарили. Просто Витюша набил этот десерт после вкусного ужина. А вот такой бутылек квашеных помидорок сейчас положу на тарелочку. Потому что чебурек без помидорок, это, ну, вроде как, знаете, обман самого себя. С кислым помидорчиком чебуреки будет обалденно. Вот такая гора чебуреков, ребята. Очень вкусные. Посмотрите, какие они пузырчатые, тоненькие, сочные. Просто бомбезные. Сейчас я какой-какой, вот поджаристый хочу взять. Вот так вот сейчас я вам его разломаю. Вот оно вот такое. Сочный сок капает, ребята. Это что-то. Я жую, вас не вижу, а вы меня не видите. Сейчас, минуточку. Хочется, чтобы вы же посмотрели, как я буду смаковать, ребят. Бомбезная. Обожаю чебуреки. А вы? Хрустит. Уже остывшая. Вкусная очень. Бомба. Сейчас достану помидорочку. Позову Витю. Главное. Горячими кушать нельзя, я ем. Это у меня что, мука? Уже я в муке, гляньте. Чумазая. Ну, мука это хорошо. Пусть лучше в муке, чем в грязи, правда? Я не могу. Очень вкусно. Подтягивайтесь к нам. Чебуреки бомбезные, ребята. Это что-то. Красота. Огромное блюдо. Но я их сейчас переложу в кастрюльку. Или в судочек. И они будут стоять в холодильнике. Мы почти уже наелись, я лично. Витя попробовал один, но что такое один? Надо два. Я буду с вами прощаться, потому что у меня щеки шире плечей. Потому что очень вкусно, ребят. И вот сыграла роль, что здесь очень много лука и водичка. Перчик, соль чувствуется. Божественно. Вот то я вам нагнула аппетит, да, девчонки и мальчишки? Подтягивайтесь к нам на канал. Делайте по такому же рецепту. Не забудьте добавить водки. Хрустящесть добавляет к тесту водочка. Водка. Может кого-то испугает, скажет, боже, тесто водку. Водка во время жарки теста, она вся испарилась. То есть даже запаха, привкуса нет. Водка она испаряется во время, когда большая температура. Согласны? Физика. Я ушла.